Сила Сибири набирает обороты. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова про провод Сила Сибири в лице. Папироса Чавасова Денисберкается. Всем здрасте. И сегодня мы поговорим об эксклюзивчике, который еще никто, в общем-то, толком не пробовал. Мы выступаем в роли бета-тестера. В общем, ко мне обратился комрад Джанг ПВНЗ. Если я правильно вышепчу его ник, то... Комрад откуда, собственно? Комрад из города, я так понимаю, Угрекаменское. Обалдеть. Это Приморье. Обалдеть. Я думал Кузбасс. Отсюда жижи редкие. Ну да, да. На моей памяти вторые. Первые, я помню. Ладно, ладно. Хорошо. Он ко мне написал личку и сказал, что вот есть вот такой некий эксклюзив. Он что... Ну... Сам он занимается, в общем, какой-то некой коммерцией. И вот решил он попробовать что-то намешать. Ходил по каким-то магазинам, видимо, знакомым. Они пробовали, им понравилось. Он говорит, может, попробуйте, то есть, ну, как бы, я хочу в серию запустить, да, то есть, может, попробуйте, вот, интересно, мнение. Ну, так давай возьмем, давай возьмем, давай возьмем, сейчас начнем пробовать. Что он из себя представляет вообще по компонентам? Шесть вкусов, я честно не знаю, то есть, там, какие ароматизаторы там использованы. Однозначно, это не всем известны, потому что эти ароматизаторы, они, вдобавок ко всему, вот могу просто показать, вот. Вот, это не результат действия этих самых, это некрасители, да, это такие ароматизаторы уже покрашенные. Вот, и поэтому, более того, то есть, это очень странно и удивляет, когда ты читаешь название, а потом смотришь на цвет. И вот, понимаешь, ты помнишь, такая, это самое, где зеленый, а написано красным, то есть, нужно смотреть и называть цвет, короче, то есть, там. Или читать, что написано. Да, да, или читать, что написано. Ну, понятно. В общем, такой диссонанс вызывает, то есть, там, вот. По сочетанию 73-то? По сочетанию 70-30, да, то есть, количество ароматизаторов я не знаю, вот, плюс, ну, крепость у нас трешка, это стандартная наша, плюс еще, а, ну, здесь не используют никакие неусилители, модификаторы и прочее, здесь вот исключительно, то есть, там, ПГ, ВГ, никотин и ароматизаторы, все, вот. Ну, и, соответственно, то есть, по вкусам, ну, их шесть, да, то есть, из них четыре, это, собственно, фруктовые всякие вкусы и, ой, четыре, пять, и шестой, это, это, по вкусу. Ну, вот, ну, поехали, ну, поехали пробовать. Давай, давай с первого начнем. Что у нас первое? Первое у нас мультифрут. Мультифрут, да, вот, почувствуйте новизну, что называется, давай почувствуйте. Ну, прелесть в том, что название, в общем-то, отражает, что там внутри. По крайней мере, не надо будет гадать сидеть, как с той же самой Труа Рома. Если бы к Труа Рома не шли, их бешеное описание, то, я думаю, пришлось бы сильно гадать. Да, 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 но мы бы хрен выходили, вообще бы никогда, в жизни просто. Да говно какое-то. Ты будешь в последнем. Ты как пробовавший будешь в последнем. Слушай, а, хорошо? Да. Свеженький такой аромат, он мне сходу напомнил вот классические мультифруктовые соки. Отлично. Очень, очень бодрое сочетание, причем, толком ни черта вот так вот не выбивается из общей композиции. Ну, вот, единственное, что сильно как-то давлять пытается, это, наверное, ананас. Да, мне тоже. Пожалуйста, мне показалось, что его как-то чуть больше, чем всего остального. А в остальном композиционно сушить, класс. Не, здорово. Ананас, он на выдохе очень превалирует, а на вдохе это прям... А у нас все хорошо, не химозный. Так как я спарил уже где-то по 3 мл каждой жидкости, я говорю, что мне нравится тоже, то есть он необычный. То есть я его ждал от мультифрукта, то есть, ну, трэша, да, но не получилось хорошо. Ладно. Отлично. Дальше. Ледяной абрикос. Для меня это тоже новинка, я это не пробовал. Ледяной абрикос при этом тоже насыщенного желтого цвета, лимонного. Дальше интереснее будет. Ну, я не сомневаюсь в этом. Льда маловато. Ты уже пробовал. Я не пробовал. А, ты не пробовал. Абрикос неплохой, но не блестящий. И, да, вот как-то вот мне вот лично маловато, по крайней мере, вот с точки зрения названия. Но так, в целом ничего вроде, композиция неплохая. Опять же, ничего не выбивается, ничего не напрягается. Всё прикольно. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Живой? Живой? Да. Класс. Кайф! Ну, он не ледяной, он такой, знаете, абрикос из холодильника. Ну, да. То есть, который вот так вот пытается даже немного зубы охладить и так далее. Ну, да, вот что-то такое. Ну, я бы сказал, что он менее насыщенный по концентрации, чем мультифрукт. Определенно. Ну, сам по себе абрикос неплохой. Да. Вот если чуть-чуть поднять концентрацию, по-моему, будет неплохо. Потому что тут есть вот как раз абрикос, вот эта вот такая нотка хорошая. Да-да-да, его вот чуть пожирнее надо как-то сделать. И, на мой взгляд, туда можно куладо смело еще бабахнуть, чего уж там используется в качестве кулера. Ну, в общем, да. Да, то есть, его немножко бы усилить. В целом, композиционно, пока, хорошо. Даклина калада. Оригинально оранжевого цвета. Умудритесь, что там может быть оранжевое в пинаколаде. Догадайтесь. Слушай, ну вот, когда ты последний раз пробовал хорошую пинаколаду? Я ее вообще никогда не пробовал. Хорошую, кроме как настоящую пинаколаду. Ну, настоящая это настоящая. Да. Поэтому, на эту я уже пробовал. Это какой, а? Хитрюга. У меня хитрая задница. Да, я, честно говоря, и настоящую пинаколаду не пробовал. Ну, как настоящую? Ну, только то, что сам мешает. Таиландская. А, ну, ну вот. По сравнению с тем, что я мешал. Хотя, я, конечно, покупал и кокосовое молоко. В пятой армии. А я думал, с этого, с нашего молочного кабинета. Ну, да. У нас там и кокосовое. С янтой. Слушай, а это прекрасно. Да. Мне нравится это тоже. Блин, это определенно прекрасный вкус пинаколады. Слушай, вот ни больше, ни меньше. Не дать, не взять. Отлично. Потому что, на что алкашные, в принципе, вкусы, да? Большая редкость. Ну, хорошая, по крайней мере. А вот это прямо... Да, и такой, чуть-чуть холодоченький. Нормозоченький. Все на уровне, слушай. Так и неплохо. Отлично, 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 отлично. Хотя, я бы, может, вот, как старый алкаш, добавил бы немного рома. О, начинается. Но она такая, все равно, с алкашечкой. Но она с алкашечкой, я даже спорить не буду, да? Она хороша в этом плане. Отлично. Красно. Отлично, да. Ягодный фреш. Ягодный фреш, ну ладно, ягоды красные бывают, поэтому цвет попал. Я бы сказал, что ягодный фреш мне напоминает одну жидкость, которую мы уже пробовали. Которая нам нравилась. Которую я забыл. Коммузационная. Ну-ка, ну-ка. Петель, что все батарейка до дна, вы садите. Артур. Малинка. Малинка. С алкашечкой, кажется. Чуть-чуть. Там не только малинка, конечно. Но малинка она такая. Она превалирующая здесь совсем. Малинка прям выпирает хорошо. Ну, приятная малинка. Так, ладно, колись. Потому что нашел. Я сейчас вспомню. То есть, это я пробовал никогда еще. Ну да, конечно. Больше недели назад. Няна напомнила. А малина такая классная. Малина классная. И она мне напомнила просто малину, которая в разе. Да. Да. Такая она прям похожая. Так я почему и про лукашку-то заикнулся, собственно говоря. Потому что оно похоже на Галхаусовский раз. Но вот это мягче. Но тут еще что-то есть. Да, это мягче. Да, это мягче. Я просто прям сравниваю. Малина здесь не скатывается в конфетный вот этот аромат. Она прям в малина. Поганый бывает иногда совершенно невообразимый. Вот интересно, мне ощущается чуть-чуть где-то в далеке мятка. Есть такое ощущение, что что-то там такое. Может быть, это что-то похожее на холодок, который в абрикосе. Ну вот интересно, да. И что-то там еще есть. Но вот остальные, кроме малины, я разобрать не могу. То есть, они прям, ну они совсем тихими нотками. Ну да. Вот, но мне нравится, опять же. Но тут надо опять же задать вопрос автору. Что здесь должно быть, по его мнению. И вполне возможно, какие-то вот оставшиеся вкусы надо немножко приподнять. Если хочется какую-то более интересную композицию нарисовать. Малина зачетная, вопросов нет совершенно. Но при этом это и мемонов вкус. Здесь прямо чувствуется что-то еще. Ну вот надо понять, что там еще. И надо как-то эти вот ноты чего-то еще, видимо, приподнимать. Тогда будет интереснее. Давай, медовая дыня. Как я люблю дыньку. А если смешать, то будет ледяная медовая пердыня. Наконец-то. Наконец-то будет пердыня. А при дыне, правда? Ну ладно. Ну это зависит от того, насколько сильная там дыня, собственно говоря. Вполне возможно, что будет как раз пердыня. Ну все. Кажется, мы его потеряли. Ну что? Слушайте, я вот не самый большой в мире любитель дыни. Медовой. Я не знаю, что такое медовая дыня. Я знаю торпедо и колхозница. Еще бывает зеленая и японская, но я ее в жизни никуда не пробовал. Поэтому... Как ханталупа. Гваделупа. Что вы ругаетесь? Дыня гваделупа. Я попрошу такие с вами в этом доме не выражаться. Квазимодой. Как вы помните, у нас канал не только развлекательный, но и познавательный. Хотя мы не знаем, что такое гваделупа. С квазимодой и канталупой. Ну что я могу сказать. Дыня прям зачет на мой вкус. Я такую дыню пока еще не пробовал. Тут есть еще что-то на фоне. Бог с ним, что она медовая, это понятно. Здесь на фоне есть что-то, что по голову немножко врезает. Причем я не могу понять, то ли это холод от перечной мяты такой интересный. Ну вот, холодок, да, есть. Да. Походу это реально паберментовский такой вот холодок характерный. Потому что это не кулацовский холод абсолютно точно. Он дает прикольный освежающий век. Может быть это даже, кстати, огуречная арома та самая. Может быть, но все равно холодок есть. Огурец он сам по себе холодка не дает. Он освежает, но вот это вот на послевкусии. Приподнимает, разделяет. Забавно. Для дыни это прям... Удивительно забавная, хорошая, каждодневная такая. Это микстурка. И при этом дыня. Да, есть что-то, ну, по мне это язык даже есть немножко подщипывает. Ну, да. Делаю ставку на перечную мету. Перечная мета, да, она вся так идет. Может быть. Но дыня очень хорошая. Дыня прекрасная. Удивительно. Очень удивительно. Ну что, по последней еще. 5-0 пока. Пока 5-0. Ну, как, есть, конечно, вопросы к Агриросу с точки зрения насыщенности. Да, есть к Малине вопросы определенные. Но в целом композиции-то все классные. Ну, табачка. Табачка. Секрилус. Что ждет нас в этот раз? Да, нам, как, не любителям табачки особо. Печенье или орешки. Или кислот. А вот и не угадал. А вот и не угадал. Вообще не угадал. Вообще не угадал. Совсем. Погоди. Ты погоди. Ну, так-то ты угадаешь. Понятное дело. Вытяжка, что ли? Типа того. Очень смахивает именно на нормальную табачную вытяжку. Прям хорошая сигаретная послевкусие. Такое. Супер. Но при этом она сладкая. С шоколадом. Ну да. Там чувствуется такое... Вспомните шоколадный Captain Black, собственно говоря. Чем не оно. Очень близкий аромат. Прям клево. Хорошая табачка. Мне это очень понравилось. Супер. Итого. Итого. Эксперимент. Склонен считать удачным. Ну да. То есть 4 вообще без вопросов. 4 без вопросов. 2 надо немножко подтюнинговать. Чтобы было прямо вах. Ну и так, собственно, остается главный вопрос. Сколько это должно стоить? После всех этих наших разговоров и ощущений. Предварительная цена автор озвучивает 300 рублей за 30 миллилитров. То есть некий стандарт. Ну такой среднестатистический ценник относительно бюджетной жижи. В общем-то на текущий момент. Учитывая как бы грядущие акцизы, если акциз не будет включен в стоимость этой жижи, то в общем-то будет неплохо. Я, конечно, извиняюсь, да, но если акциз будет включен в эти 300 рублей, то как бы жижа будет стоить 0. Ну такое. Ну да. Ты меня, конечно, извини, этот номер не пройдет. Поэтому, видимо, ценник будет рублей 600. Ну, что я могу сказать? С точки зрения соотношения с конкурентами в этом сегменте... Тут очень тесно, конечно. Все тесно, на самом деле. Это вот именно правильный термин, здесь тесно, черт подери, очень. И очень сложно будет выделиться в этом сегменте. При этом чувствуется, что потенциально тоже же, в общем-то, все хорошие, черт подери. Главное, да, что опять же... Опять же, смотри, да, то есть там очень тесно на Западе, да, то есть настолько не очень тесно у нас. Особенно, может быть, я не знаю, ты сам же говоришь, ну, что видишь, да, что с Приморья как-то жиж не очень. Ну, да, да, там буквально вот одна, в общем-то, была на нашей памяти, и на этом все успокоилась благополучно. Я понимаю, что там, скорее всего, все гораздо шире, глубже и так далее. Но, тем не менее, сегменты тесные. И вот, что мне лично нравится, автор не стал лезть вот в эти банальные сочетания клубники со сливками, да, которые есть у каждого уже местного. За это огромный респект, на самом деле. Нет, он полез в еще более банальные, но которые вот в дешевом совсем этих... В смысле, в названии, по крайней мере, да, то есть там вкуса нет. Вкусы под этими названиями скрываются интересные. А, сквадские фашные мультифрукты, то есть там и проще там. Да, 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 то есть вкусы-то под этими всеми названиями скрываются весьма интересные. И тут надо либо извращаться с брендированием каким-то боком, да, и пытаться завуалировать вот эти все попсовые названия, да, которые уже всех тоже достали давным-давно, уже за последние лет пять. Либо делать что-то еще. Но, в целом, с точки зрения вкусов, задумка хорошая. Мне определенно нравится. Вот два добить, и будет классно. Будет вся линейка шикарная. Ну, я как бы понимаю, чем оправдана, скажем, выбор такой именно линейки вкусов, потому что они, в общем-то, ходовые, популярные. То есть приходит человек, спрашивает, вот мне почему-нибудь там шишку какую-нибудь попарит. Он говорит, вот у нас есть дынька. Он говорит, о, классно, дынька, обожаю дыньку. И берет ее. Или он, например, говорит, нет, я дыньку не люблю. Они такие, хорошо, вот, пожалуйста, есть ягоды. Он говорит, о, ягоды, обожаю ягоды. И берет ягоды. При этом, если бы ему предложили, скажем, какой-нибудь кактус с лакрицией, он бы задумался, наверное, а стоит ли. В общем, что хочется сказать. Если линейку чуть доработать будет практически идеально, и, в общем-то, заходить будет наверняка больше части населения, кто это будет пробовать. Автору отдельное спасибо за оказанное доверие. Нам, ей-богу, это очень приятно. Было интересно все это дело попробовать. И отдельный респект автору, что, в общем-то, не побоялся возможной конструктивной критики. Ну, что ж, мы искренне рады, что в этом случае критики не получилось. Потому что, ну, сами знаете, трэша вокруг всякого хватает. Когда из линейки заходит практически все, это очень редко. А вот тут именно такой вот хороший, приятный, редкий случай. Да, ничего особо такого сверх выдающегося в этой линейке нет. Но хорошие каждодневки здесь вы определенно получите. Да, твердые, очень твердые сверенечки такие. Хорошие, правильные, твердые, которые не будут надоедать, не будут какие-то жутко суперхимозными и т.д. Поэтому ждем доработок, ждем выхода автора на рынок и всевозможных успехов ему в его творчестве. А вам спасибо, что вы нас торопили, спасибо, что смотрели. Всем счастливо, всем пока. Пока-пока.